В следующем году мировая экономика может столкнуться с рецессией, пишет Блумберг. Всему виной волна ужесточений в политике центробанков разных стран, говорится в новом докладе Всемирного банка. Подобные изменения в денежно-кредитной политике приводят к более серьезным последствиям, чем предполагалось, в виде ухудшения финансовых условий и замедления глобального роста. Прогнозы глобального экономического роста в этом году неоднократно пересматривались в сторону снижения. И хотя рецессия все еще не прогнозируется напрямую, опыт всех прошлых рецессий, начиная с 1970-х годов, показывает, что им предшествовало именно резкое замедление глобального роста за год до их начала. Также в докладе отметено, что ужесточение денежно-кредитной политики призвано сдержать инфляцию, которая во многих странах находится на исторических максимумах. Но снижение монетарной и фискальной поддержки экономики ведет одновременно к резкому замедлению роста. Такая же синхронность в ужесточении денежно-кредитной политики в разных странах наблюдалась, например, перед рецессией 1982 года. В Германии планируют ввести карту возможностей. Она поможет восполнить острую нехватку рабочей силы, пишет Deutsche Welle. Зеленая карта, представленная министром труда Хуберту Самхайлем, предоставит иностранным гражданам возможность приехать в Германию в поисках работы даже без предложения, если они будут соответствовать как минимум трём из этих четырёх критериев. Это наличие высшего образования или профессиональная квалификация, опыт работы не менее трёх лет, знание языка или предыдущее проживание в Германии и возраст до 35 лет. Каждый год в зависимости от наших потребностей мы устанавливаем квоту на то, сколько иностранных специалистов могут переехать в Германию на ПМЖ с картой возможностей, чтобы искать работу или обучение на какой-либо срок. В течение этого времени они должны обеспечивать себя самостоятельно, пояснил Хайль. Число квалифицированных специалистов, эмигрирующих в Германию и стран, не входящих в ЕС, за последние несколько лет выросло, но всё ещё относительно невелико. Количество квалифицированных рабочих, въехавших в Германию в 2019 году составило чуть больше 60 тысяч человек, что составляет всего 12% всей эмиграции из стран, не входящих в ЕС. Казахстан расширит потенциал поставки сельхозпродукции в Китай. Этому будет способствовать создание новой лаборатории, пишет Капитал. Правительство Китая передаст оборудование стоимостью 11 миллионов юаней для лаборатории инспекции качества Восточно-Казахстанской области. Это стало возможным благодаря достигнутой договорённости между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством коммерции КНР. Соответствующее соглашение в рамках государственного визита председателя КНР Сидзиньпиня в Казахстан подписали министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Казахстане Чижан Сяо. Создание аккредитованной по стандартам КНР лаборатории будет способствовать увеличению экспорта отечественной сельхозпродукции в Китай. Кроме того, Казахстан заинтересован в увеличении поставок товаров глубокой переработки, кормов и кормовых добавок, мяса и мясопродуктов, молока и молочной продукции, говорится в сообщении Минсельхоза. По итогам 7 месяцев этого года казахстанско-китайский товарооборот в сфере АПК увеличился на 46,7% и составил 412,5 миллионов долларов. Экспорт отечественной сельхозпродукции возрос более чем на 62%, импорт из Китая увеличился на 22,2%. Кольца Сатурна, возможно, представляют собой остатки исчезнувшего спутника. Планетологи выдвинули новую теорию об их происхождении, пишет Science. Около 160 миллионов лет назад, говорят они, ледяной спутник приблизился слишком близко к планете и разлетелся на куски. Других исследователей эта версия заинтриговала, хотя сомнения и остались. Эта версия словно открывает новое окно в отношении происхождения колец Сатурна. Я лично считаю, что объяснение неплохое, хотя сама по этому вопросу останусь в лагере агностиков, говорит Мариам Эль Мутамид, специалист по планетарной динамике из Корнельского университета. Ученые давно спорят о том, сколько существуют кольца Сатурна миллиарды лет, как сама Солнечная система, или всего 100 миллионов, или даже меньше. Данные с космического корабля НАСА «Кассини», который закончил работу в 2017 году, после того, как проник между кольцами и верхними слоями облаков Сатурна, убедительно подтвердил так называемую «молодую гипотезу». Космический корабль выяснил, что кольца, во-первых, не столь массивны, как считалось ранее. А во-вторых, подверглись воздействию более мощного, чем ожидалось, потока сажистой пыли из Солнечной системы, которая со временем потемнеет. В совокупности эти данные говорят о том, что относительно нетронутые ледяные кольца относятся к молодым, говорят специалисты по планетарной динамике. Но вопрос, откуда они вообще появились, остается настоящей головоломкой, пишет Science.